В эфире программа «Право слово» у микрофона Олег Кусов. Программа «Право слово» – это встреча с гостем, которому есть что сказать нам важного и интересного. Тем более, накануне переса мира по футболу сегодня у нас в гостях спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, ну, вторую часть нашей беседы, конечно, я хотел построить о сборной России. Прилетела команда в Бразилию и уже разъезжает по стране с лозунгом на борту автобуса «Нас не догонишь». Как вы считаете, к каким командам это обращено? Наверняка ни к Бразилии, ни к Испании. Кого они имеют в виду? Да это обращено к нашим соотечественникам, я думаю, которые сейчас так вдохновлены изменениями различными. Ну, и в спорте, и, знаете ли, в политике тоже. Мы уже много лет слышим о том, что там Россия встает с колен. Вот кому-то это особенно важно, кому-то важно, что Крым наш, кому-то важно, что Олимпиаду вот успешно провели и выиграли. Ну, Савдир успешно. Да, и то, что успешно провели, это уже само по себе достижение, а то, что выиграли в общей командном зачете, так это, разумеется, вдвойне достижение и бонус такой. Это все понятно. Ну, и нас не догонишь, но вообще, конечно, в футболе все-таки следовало бы быть поскромнее и понимать, с чем мы имеем дело. Ну, для сборной России, ну, в принципе, попадание в финальную часть чемпионата мира, это большое достижение. После перерыва. Но это будет шестой. Это будет сейчас шестой чемпионат мира, ну, за российскую историю. Из пяти предыдущих только в двух участвовала сборная России. Три, соответственно, пропустила. В этих двух она заканчивала свое выступление на групповой стадии. То есть вообще не выходила, но это, в принципе, для СССР-то в последние годы тоже было непросто, потому что в 90-м году сборная СССР тоже не вышла из группы. Если мы вспомним последний раз, когда наши выходили из группы в стыковую стадию, то это был 86-й год, но они тут же первый матч свой проиграли. А уж когда мы теперь будем искать матч, выигранный на втором этапе, ну, это значит будет там 82-й год. Это хотя не были там стыковые, там немножко была другая, но там второй групповой этап был. Ну, неважно. За пределами группы. Россия вышла из группы во второй этап, и там еще успела один матч, сумела выиграть. В Бразилии-то неплохо сыграло. 1-1, да? Первый матч. Помните, в Испании. Нет, ну, проиграли, проиграли 1-2. Долго били, да, проиграли, проиграли. Там было два дальних удара. Баль забил, а потом... Потом Зико и Эдер там были, да. Ну, это уже было. Нет, сыграли хорошо, с шотландцами нормально. Ну, в общем, вышли. Короче говоря, там обыграли бельгийцев, а потом сыграли в ничью с поляками. То есть даже вы были непобежденными, не сумели попасть в полуфинал. Ну, и это было, между прочим, больше 30 лет назад, 32 года назад. О чем сейчас говорим? Вот этот призыв «Нас не догонишь» обращен, естественно, в большинстве, ну, так сказать, в основном к болельщикам, которые еще тогда и не родились. Которые вообще не помнят этого и, ну, знать-то они могут знать это, разумеется, если они интересуются историей, там, не знаю, читают какие-нибудь книжки или смотрят исторические видеозаписи. Но в целом, ну, в целом нам нужно понимать, что для сборной России любой, любой какой-то шажок маленький вперед, это уже гигантский прогресс. Потому что она в своей истории ничего не знала, никаких успехов, ну, на уровне чемпионата Европы. В первенстве Европы, да, другое дело, но вот в том и дело, ну, вот смотрите, сравнительно недавно у нас, так сказать, ну, так сказать, широко отмечалось, ну, в любом случае, вспоминали в прессе, там, и на телевидении, были программы, посвященные исторической победе над сборной Франции в Париже. В 99-м году, в отборочном турнире Евро-2000, сборная Олега Романцева тогда в Париже обыграла действующих чемпионов мира со счетом 3-2. Это действительно был большой успех, вот прошло 15 лет с тех пор, и вот это, скажем так, ну, широко отмечалось в прессе. Юбилей вот этот вот. Юбилей, ну, матч сам по себе прекрасен, к нему ничего нельзя, так сказать, что называется, придраться. Но это же показывает один локальный успех, который даже не привел, как мы знаем, в итоге к общему успеху, потому что тогда сборная все-таки не сумела выйти в чемпионат Европы, не сумела пройти отбор. И вот 15 лет мы его вспоминаем. Чемпионат Европы 2008 года, да, был ярок, ну, запомнился, естественно, одним матчем. Вот это действительно был сюрприз, победа в четвертьфинале над голландцами, красивая, яркая победа. Ну вот, в прошлом году отмечалось пятилетие. Ну, значит, пройдет еще там 9 лет, будет отмечаться 15-летие этой победы. Вот так по крохам набираются, ну, хотя бы поводы какие-то для радости какой-то, да, вот. Говорить о том, что нас не догонишь, конечно, мне кажется, рановато еще, мягко говоря. Но, знаете как, это же отражает, в принципе, настроение в обществе. Даже не среди болельщиков, а настроение в обществе. Вот в этой связи, мне вспоминается, перед прошлым чемпионатом мира, очень была веселая история, когда в ЦИОМ провел опрос общественного мнения с вопросом, за кого вы будете болеть на чемпионате мира в ЮАР. И 70% респондентов ответили за Россию. Как мы знаем, сборной России в ЮАР не было. Вот, это мы все знаем. Но вот это очень показательно. Причем, этот опрос, он не говорит чего-либо плохого о болельщиках российских, о любителях футбола. Потому что среди них, естественно, не было ни одного человека, который бы не знал, что сборная России не поедет на чемпионат мира. Но просто в этот опрос, ну, их попало только, значит, 30%. А остальные 70%, когда следовало бы им сказать, да не интересуюсь этим футболом, понятия не имею, кто там играет, и ни за кого болеть не буду, смотреть не буду. И пошел бы себе дальше. Нет. Они заявляют радостно, что будут болеть за Россию, и идут себе довольны, видимо, тем, что проявили патриотизм. Ну, вот, вот такое, вот, этот опрос характеризует именно настроение в обществе в целом, а не в рядах болельщиков. Против болельщиков, естественно, ничего плохого я сказать не могу. А вот такие вот опросы, они как раз говорят о том, что в целом для общества существо дела как-то отходит на второй план. Главное то, что вот называется патриотизмом, там, Россия вперед, ну, вот. Ну, возвращаясь в футбол, вспомню, что Фабио Капелло оценил высоко довольно-таки шансы. Восьмерку лучших, он считает, сборной оси может войти. И даже такой сверх-сверх критичный аналитик, как Бубнов, сказал, что после матча с марокканцами, товарищ сказал, что так или иначе проверка перед отлетом в Бразилию получилась неплохой. Дела в атаке постепенно налаживаются, там, его порадовало то, что два мяча были забиты со стандарта. То есть оценки, в принципе, неплохие. Ну, вот вокруг страсть, вокруг Широкова, только вот непонятно. Говорят, что без Широкова нам не надо ехать в Бразилию. Как не надо? Что же теперь возвращаться? Ну, слушайте, нет, ну, это, действительно, это, конечно, потеря. Но, ну, такие потери случаются везде. Сейчас... Даже в ходе турниров, да, может? Ну, само-самой. Ну, и там, ну, многие, я не знаю, там, колумбийцы, которые, вот, кстати, должны обязательно, вот, я уверен, что они должны произвести яркое впечатление, потому что в Колумбии сейчас подъем. Ну, я просто в связи с травмой вспомнил, что они лишились Радамеля Фалькао, очень яркого игрока, который в Порту там играл, и его, ну, наши любители футбола, конечно, знают. Вот. Ну, а что делать? Ну, многие, многие команды часто на таких турнирах выступают без ведущих игроков. Ну, слушайте, когда-то Бразилия там в 62-м году Пеле лишилась по ходу турнира, но все равно выиграл тот чемпионат. Ну, это бывает. Естественно, команда всегда, настоящая команда, это больше, чем один игрок, и я думаю, что Фабио Капелло, он, естественно, специалист мудрый и многоопытный, придумает, как построить игру, как там функции Широкова распределить на каких-то других игроков, если равноценной замены конкретно вот Широкова по позиции он не найдет. Ну, это, это частности. В целом, против сборной России еще я действительно сказать не могу и не хочу. Ну, это, ну, довольно хорошая, добротная команда во главе с очень хорошим тренером, и, в общем, она показывает, ну, ну, не выдающуюся игру, скажем так, но хорошую, достаточно такую качественную, качественную игру, и, в принципе, шансы у нее, разумеется, есть на выход из группы. Ну, хотя, понимаете, когда вот опять начинаешь про эти шансы, мы все-таки слишком много знаем, слишком много видели уже, чтобы так смело говорить, что ли, об этих шансах. Группа, в которой Бельгия, Алжир и Южная Корея, она, конечно, не выглядит, что называется, группой смерти, но, понимаете, история нашего футбола, и российского, и советского даже, показывает, что наши-то гораздо всегда лучше играли против более сильных соперников, то есть в истории, допустим, советского футбола, есть случаи, когда Испанию проходили, Италию проходили, и при этом, а в другие годы там занимали последнее место в группе отборочной, где была Венгрия, Финляндия и Греция, условно говоря. Со сборной России тоже так. Он Англию, предположим, обошли во время чемпионата отборочного к Евро-2008, Англию оставили за бортом этого турнира, а вместе с тем Словения какой-нибудь, сколько было радости по поводу того, что Словения попала в соперники по стыковым матчам перед чемпионатом мира 2010 года. Бац! А Словению не прошли. Англию прошли, Словению не прошли. Есть таких много примеров, и ведь на последнем чемпионате мира для сборной России группа была почти такая же. Была та же самая Бельгия, вот как и сейчас Бельгия, но вместо Южной Кореи была Япония, а вместо Алжира Тунис, ну примерно там. Почти соседняя страна. Да, азиатская там страна одна, одна африканская. Тоже же дико радовались, что попали не в самую сильную группу, однако не вышли из нее. Вот это, видимо, тоже есть какой-то психологический такой трюк, что с более сильными соперниками наши исторически играют лучше, чем с теми, про кого заранее можно думать, что мы пройдем. Ну вот последний чемпионат Европы, кстати, тоже этому подтверждение. Польша, Чехия, Греция, ну что такого было тут в этом непроходимого? Аннет, тоже не вышли из группы. Ну, в общем, с этим делом, знаете, тут тонко все, тонко. Поскольку вы не любите прогнозы, не буду... Да, но шансы, естественно, отрицать то, что шансы есть, ну, естественно, я не буду. Хорошие шансы, дай бог, дай бог. Будем верить Капелло, который нам пообещал восьмерку сильнейших. И тогда... Восьмерку, то есть он еще обещал кого-то еще выиграть. И на первый стыковой матч, дай бог. Конечно, ноги команды нас не догонят, по мнению Капелло. Будем верить.